привет ну вот я хочу вам опять сегодня показать уже как бы мой флат полностью потому что я вам показывала как я подходила как я там что вот сегодня у меня квартирант уехал и я вот вам хочу показать нам вас вы заходим мою квартиру вот такой вот значит у нас и вот такой коридор сразу я включила свет потому что думаю может будет темновато уже четыре часа вообще-то вот ну и так как у меня вот эта комната детская спальня вернее освободилась у меня там квартирант жил ну вот я вам тогда уже в полной красе всю мою квартиру и покажу вот это значит спальня я имею one bedroom flat ну вот это как раз bedroom это double bedroom то есть для двухспальной кровати вот у меня такие высоченные потолки и в принципе на наверно выше трех метров даже вот такое вот большущий эркер на окно я тут немножко повесила темные шторы были другие большие такие шторы светлые ну вот они почему-то не любят квартиранты они хотят чтобы окна затемнялись вот я повесила им другое в общем значит вот такая вот у меня спальня вот я сейчас другой стороны вам я покажу вот если мы повернулись другую сторону то вот здесь камин камин вообще-то натуральный действующий ну у меня его цветочком заставила он вообще-то красивый такой ну знаете его надо чистить он давным-давно ничего никто там им не пользовался у него забит весь дымоход вот он вообще-то мраморный у него этот остров ну вот тем не менее он не рабочий вот здесь вот две таких пульки несет вешалка для каких-то одежды здесь вот такие просто полочки ну то есть места вполне хватает вот так называемая моя спальня проходим мы дальше по коридорчику и вот у нас прямо кухня и налево моя комната тоже вот через коридорчик давайте сначала в комнату пройдем здесь тоже коридорчик такой небольшой вот значит вот вход в мою комнату ну вот вы знаете комната тоже большая она четыре с половиной метра на пять высокие потолки ну так как вообще-то это как бы sitting room называется ну или зал по-нашему должен быть но так как я вот стесненная в средствах издаю одну комнату то у меня значит вот здесь видите двуспальная кровать стоит но и мне в принципе вполне хватает места хотя я раньше старалась что-то здесь оставлять так как-то более-менее красиво не захламлять ее вот здесь тоже камин я уже его к рождеству убрала вот я любительница зеркал у меня полно зеркал даже здесь над кроватью как вы видите зеркало так вот ну и так как у меня очень вообще-то нету utility room то есть какой-то дополнительной маленькой кладовочке вообще не предусмотрено и у меня вот уже как бы немножко захламляется эти все коробки приходится тут хранить вот вот это вот тут всякая ерунда вот тут мои рыбки вот вот так вот с другого ракурса смотрится моя комната вот она такая почти 25 квадратных метров значит идем дальше выходим из комнаты вот я вам что хочу показать сразу а да я забыла возвращаемся назад комнату вот вот у меня вот такой вот fireplace то есть вот такой камин это газовый камин тут искусственный уголь как бы он накаляется до красна вроде как красиво когда он горит это единственная на эту всю огромную комнату вот такой вот отопительный прибор и в общем у меня центрального отопления нет в квартире и это большая катастрофа потому что как вы понимаете что вся все тепло она усвистывает в трубу и надо очень очень долго греть чтобы что-то нагрелось в общем ужас ну вот мы вышли из моей комнатки из моей комнаты в коридор вот хочу вам показать вот такой вот щиток их таких уже давно тоже уже не существует это очень старый щиток здесь вот это зелененьким горит это вот показания электричества сколько и вот этот синий там ключик можно но это то есть электрический щиток вот у меня pay when you go называется то есть тоже старье неимоверное вот я должна вот этот ключик вытаскивать время от времени идти с этим ключиком магазин платить класть на него денежки и приходить его вставлять вот эти денежки значит здесь высвечивается и дальше вот на зеленом фоне сейчас у меня 19 22 19 фунтов осталось а было 40 с начала месяца так вот жрет электричество ну вот и мы выходим из этого коридор чека и вот это вот моя кухня такая кухня тоже огромная кухня тоже светлая возможно помните я вам уже показывала ее она мне очень нравится мне тоже высоченные потолки вот такое аркерное огромное окно вот ну вот здесь вот здесь у меня такая обеденная территория можно сразу и покушать вот этот очень удобный такой здесь сделан стол здесь вот разделка всякая овощей и фруктов у меня нет здесь я уже сама пригандабила опять же из-за того что очень сложно что нет utility room то есть никакой кладовки нет все приходится вот так вот куда-то запихивать вот значит вот это огромная кухня друзья мои она тоже не имеет никакого отопления здесь у меня машина стиралка плита кухонная так вот это все выглядит так вот отопление не имеет вот этот камин он просто этот там даже внутри ничего нет я тоже как бы просто вот там храню всякую ерунду а вот и кухня она у нас отапливается всего лишь навсего вот таким вот электрическим обогревателем который жрет неимоверной электроэнергией вот тут у меня вот за холодильником есть еще газовый обогреватель тоже старый при старой вы знаете я вот пыталась его использовать он вообще тоже нет никак не греет да и потом газ я боюсь и потом стоимость что газ что электричество абсолютно одинаково поэтому я их пользоваться этим газом обогревателем перестала вот используя вот этот вот электрический и это в общем конечно катастрофа потому что очень холодно в квартире просто тихий ужас так вот что по поводу могу сказать горячей воды значит вот на кухне горячая вода представляете вот это такой вот электрический нагреватель тоже наверное не знаю где его только кто и пользует допотопный я просто на горячую и вот такой тоненькой струечкой меня течет горячая вода если мне надо что-то помыть а из этого крана только холодная вода течет то есть вот представляете какие-то потопные вещи тут так ну вот идем дальше это вот как бы кухня моя да вы поняли вот и что еще последнее я хочу показать вам это мою ванну комнату она здесь у нас так сейчас свет включим получше бы так значит ванная комната совмещенная с туалетом это тоже у них всегда так она тоже в общем-то довольно таки большая и все бы как бы с ней в порядке было ну вот это вот хочу вам показать тоже вы наверное слышали что у них раздельно горячая вода и холодная вода смесителей нет вот тут даже пробочка потому что все это очень старая вот значит раньше вот закрывали пробкой набирали воды умывались я такое слышала но сейчас конечно уже никто таким такой ерундой не занимается вот тем не менее значит вот у меня здесь как бы душ ванная душ и вроде как выглядит все вполне себе пристойно но опять же что горячую воду надо нагревать вот здесь вот есть такой вот шкафчик вот там на самом верху даже не буду открывать но вы видите вот там стоит огромный такой бак с водой и вот я включаю где-то за два часа он нагревается и только тогда значит вот это вот вода из душа идет уже горячая в ванной комнате у меня также нет никакого отопления дубак страшенны вот здесь вот есть только наверху вот такая вот такая вот штучка вот я включаю и вот он как это называется вот такой вот обогреватель воздушный вот когда вот это еще нагреет эту комнату то есть в общем понимаете безобразие полное это вот как раз о чем говорит о том что старые дома это вот у меня джорджиан джорджиан хаус джорджианский и если сразу не было отопления в доме центрального то вот так вот и мучаемся от центральное отопление если делать то это очень огромные деньги надо платить вот я узнавала мне сказали что тут надо и пол весь поднимать чтобы трубы эти все правы прокладывать тем более на втором этаже живу вот покупать новый бойлер и то есть в общем но и батареи конечно радиаторы само собой короче семь с половиной тысяч фунтов это вот вся красота будет и примерно месяц будут ее делать ну я вообще-то сказать по правде к такому еще пока не готова а летом тут чудесно тут вот прекрасные виды с окна светло здесь выходит на юг моего кошка здесь солнце всегда ну вот друзья мои вот такая вот у меня квартирка уже как бы наверное все я вам и показала пока пока